Доброго всем времени суток, на связи i2hard. Не так давно мы ознакомились с новым Intel Core i9 11-го поколения, а сегодня встречайте i5-11600K. i7 не забыт и будет в одном из следующих роликов. Последнее время новые i5 частенько выходят как некая замена i7 одного из предыдущих поколений, поэтому помимо i5-10600KF сравним и с i7-10700K, да и по цене они плюс-минус одинаковые. Из лагеря конкурентов был взят Ryzen 5 5600X. Материнская плата для всех интелов будет идентичной. Это Asus TUF Gaming Z590 Plus Wi-Fi 5600X, разместим в её тёзке на X570 чипсете. На всех процессорах использовалась жидкостная система охлаждения. Это GamerStorm Castle 360 RGB V2. В игровых тестах имитировать бесконечно производительную видеокарту нам поможет RTX 3080 в исполнении от Inno 3D iChill X3. Одноранговая оперативная память на чипах Samsung B-Die носит название G-Skill Trident Z RGB, она тоже использовалась со всеми процессорами. Подобрать подходящую основу для своей системы поможет Е-каталог. Множество фильтров помогут оставить в списке материнские платы с нужным чипсетом, количеством фаз и прочими вашими потребностями. Отзывы дадут понять, насколько та или иная система охлаждения эффективная и тихая, какие чипы попались пользователям в интересующей вас оперативной память, а вкладка «Полезная» может привести вас к текстовому обзору на интересующий продукт. Видеообзоры аккуратно расположены справа от изображений товаров, а ещё правее представлен список магазинов, чтобы вы сразу могли обратить внимание на актуальные цены и наличие. По привычной последовательности мы начинаем со стока. Давайте оценим, насколько сильно выросло энергопотребление по сравнению с предшественниками. Для этого воспользуемся первой сценой бенчмарка Blender. Числа выглядят пугающими. Напряжение у нового 11600К на целых 200 мВ выше, энергопотребление и температура тоже значительно больше по сравнению с прошлым поколением, однако здесь нужно быть осторожней. i5 слева можно назвать голдовым, или же удачным. Для сравнения добавим более дубовый в плане разгона i5-10600KF и обозначим его условным металлом бронза. Как видите, даже один и тот же процессор может кардинально отличаться по этим показателям. Тем не менее, даже по сравнению с бронзовым 10600KF, i5 последнего поколения потребляет почти на 50 Вт больше энергии, при этом, что самое интересное, температуры те же. Всё же у больших кристаллов есть свой плюс. С другой стороны, материнские платы с бюджетной системой питания и системы охлаждения с малой теплоёмкостью не скажут спасибо. Кстати, не так давно мы проводили такое сравнение для Ryzen 7 5800X. К тому же возможность ограничить максимальное напряжение в биосе появилась неспроста. Многими любимые стресс-тесты Аиды преподносят сюрприз. Даже с тремя галочками напряжение подскакивает до 1,45 В, а стоит оставить только стресс-тест FPU, то даже Водянка не справляется с обезумевшей автоматикой. Надеемся, в повседневном использовании подобных стресс-тестов не встретится. Не отходя от кассы, проверим тест кэша и памяти в Аиде. Тут тоже порядочные изменения. Скорость чтения памяти возросла, копирование тоже, даже сильнее. Кэш первого уровня так и вовсе стал в два раза быстрее, а второго уровня почти в полтора. Увеличившуюся латентность памяти нужно причислить к списку ухудшений. Отчасти за это нужно сказать спасибо новому подобию кольцевой шины, что тоже работает на куда меньшей частоте, вопреки возросшей на 100 МГц частоте ядер относительно 10600KF. Добиваем тесты софта в стоке тремя бенчмарками. Cinebench R23 демонстрирует огромное преимущество нового поколения, немного выходящее за рамки суммы обещанного в 19% прироста IPC в совокупности с увеличением стоковой частоты ядер на 100 МГц. Это позволило даже на пару процентов обойти стоковый 5600X. Но нужно учитывать, что тот был ограничен в тесте многопотока собственными лимитами PBO, в то время как на Intel они были сняты. В Geekbench тоже наблюдается прирост однопоточной производительности аж на треть, но этого всё ещё недостаточно, чтобы догнать i7-10700K в многопотоке. В CPU-Z прирост самый приземлённый, даже ниже обещанных 19%. Ну что ж, теперь можно перейти к сравнению в играх. Открывает список Call of Duty Warzone, пресет графики киберспортивный, конфиг файл игры не затрагивался. На всякий случай уточним, что все тесты проводились без упора в видеокарту, многократно повторялись и усреднялись. Запись велась картой захвата со стороннего компьютера, и вот наши 19% куда-то улетучились, осталось лишь 7. То бишь самостоятельно почувствовать разницу между i5 практически невозможно, она сродни горошине из той самой сказки. 10700K демонстрирует неплохое преимущество по статистике редких и очень редких событий на фоне шестиядерников, что похвально для онлайн-шутера. Киберпанк, пресет графики самый высокий, плотные столпы тоже на максимуме. Здесь ситуация обратная, на i7 каждый прогон проскакивают статтеры, их количество случайное и они не привязаны к определённым участкам. На остальных процессорах они тоже случаются, но куда реже, поэтому игру на новом i5 без упора в видеокарту можно назвать самой комфортной. Shadow of the Tomb Raider, наивысший пресет графики 600p. Ryzen, как обычно, набил себе средний FPS в начале сцены, но после приближения камеры к рынку стал слегка отставать от 11600K. Тот, в свою очередь, лишь на 7% обогнал 10600KF по среднему FPS и даже немного уступает i7. А вот в плане энергопотребления он оставил позади всех. Watch Dogs Legion, ультра пресет, трассировка лучей и дополнительная детализация не включались. i5 11600K идёт вровень по среднему FPS с Ryzen и по статистике редких и очень редких событий с 10700K. Разница между i5 разных поколений снова находится на гораздо более низком уровне по сравнению с 19%, разве что показатели оценки плавности подросли на 15%. StarCraft 2. Все настройки на максимум. Пожалуй, только в такого рода играх, работающих лишь на паре ядер, 11600K может превзойти 10700K. Но и Ryzen, услышав что-то про однопоток, уже тут как тут хвастается самым высоким FPS. Вот бы ему ещё стабильность подтянуть. Хотя тут с любым процессором фреймтайм выглядит как бесконечный забор. Не мы такие, игра такая. Переходим к самому интересным. Total War Saga 3. Наивысший пресет графики, качество травы и размер отрядов повышены до уровня экстрим. 10600K слился. 10700K лидирует за счёт большей частоты, объёма кэша и конечно же ядер, а у Ryzen тут своя магия. И наконец 11600K серьёзно оторвался от i5 прошлого поколения. Особенно в плане энергопотребления. Но он так и не достиг своего лимита в 125 Вт. То есть для игр снимать его ограничения не обязательно, если вы по какой-то причине решили оставить его в стоке. CS GO. Настройки графики высокие. Этот шутер тоже стоит показать, ведь он относится к той категории игр, в которых объёмный L3 кэш даёт отличный прирост. 5600X не даст соврать. Doom Eternal и первые сталкеры тоже в этом списке. Жаль, что в игре слабо зависящие от разгона памяти и количества ядер. 11600К не смог обойти 10700К. Оба почти достигают 10% преимущества на 10600К, но не более. Это были тесты в стоке. Что же в них может предложить нам новый i5? В софте мы получили отличный прирост, учитывая, что количество ядер не изменилось. Это действительно радует. Однако в многопотоке i7 10 серии всё ещё впереди, и если учитывать, какие на них в последнее время скидки, новый i5 может предложить лишь сильный однопоток наряду уже с существующим 5600X. Что касаемо игр, то в среднем по палате он на 11-13% опережает прошлое поколение. Обратите внимание, что проценты внутри столбиков рассчитаны на основе производительности 11600К, а над ними за 100% был взят 10600КF. 5600X в среднем впереди за счёт таких игр, как Counter-Strike, а 10700К просто быстрее. Кэш, частота, потоки, мало-помалу, но делают своё дело. А теперь переходим к болезненной теме текущего поколения Intel. Разгону. Начнём с позитива. Результаты 10 серии. i7 10700К ограничился разгоном до 5 ГГц с частотой кольцевой шины 4,8 ГГц. Наилучшей комбинацией таймингов и памяти вышло 4133 МГц CL15. Для 10600КF разгон памяти идентичен, а вот ядра попались куда лучше. 5300МГц и 5 ГГц для кольца. Теперь 11600К. 4800МГц это максимум. Кольцевая шина у 11 серии значительно хуже гонится, всего 4300МГц. Память это тоже область лишений. Сохраняя делитель один к одному, наш экземпляр позволил лишь сократить тайминги на XMP-шной частоте в 3600МГц. Мало того, так и блок RTL-IOL по старой методике не настроить теперь. Что касаемо 5600X, то тут всё стандартно, ядра разогнаны через настройку PBO вкупе с CurveOptimizer, а по памяти всё те же 3800МГц с первым таймингом 14. 3866МГц по-прежнему сыпят ошибками WA и приводят к потере производительности. В итоге разгонов получаем последствия. Латентность памяти теперь на 9 нс выше, чем у 10600К. Скорость чтения и записи теперь тоже меньше. Некогда большое преимущество в софте также улетучилось, в Cinebench 25 и 23% превратились в 9 и 8%, и новинка уступила второе место Ryzen. 10700К естественно в топе теста многопотока. В Geekbench 11600К может лишь похвастаться однопоточной производительностью. Всё-таки 17% это немало, учитывая, что частота ядер на 500МГц ниже, а кольцовой шины так и вовсе на 700. В CPU-Z i5 поравнялись, оставив лидерство среди шестиядерников Ryzen. Страшно представить, что будет в играх, где очень важна настройка памяти. Опасения не были беспочвенны, в Warzone 11600К слабее всех. В целом все шестиядерники близки по производительности. По статистике очень редких событий паритет, но сам факт, что все улучшения новой микроархитектуры разбились в прах об отточенность прошлой, удручает. С разгона в киберпанке стало меньше стартеров, точнее они стали менее выраженными, но на 10700К их по-прежнему больше всего. Ryzen опустился с третьего места на последнее, в то время как между i5-ми паритет, один на 2% быстрее по среднему фпс, другой по меньшему 0.1%. В ларе отличия между процессорами снова приходится скрести по сусекам. i5 и по среднему фпс равны, Ryzen снова набрал себе кадров во время показа горы, а 10700К за счёт ядер удерживает первенство в сложных сцен. Вот какой камень из этих не выбери, разницы даже без упора в видеокарты не почувствуешь. Watch Dogs новой i5 занял почётное второе место, опередив 12 поточных оппонентов на пару процентов, и на те же крохи отставая от 10700К. Зато в энергопотреблении ему нет равных. В Старкрафте i7-10700К занял последнее место по среднему фпс. 4 мегабайта L3 кэша не смогли компенсировать отставание в 300 мегагерц по частоте ядер в сравнении с 10600КF. Опять же, разница между всеми процессорами настолько мала, что выделять кого-то и не хочется. В трое хороший разгон позволил сильно сократить отставание i5 10 серии. Ryzen с i7 по-прежнему в другой лиге, а 11600К даже в максимально раскрывающей его игре лишь на 5% впереди. Помимо объёма L3 кэша, CSGO остро реагирует на частоту ядер, поэтому интелы смогли вдвое сократить отставание от 5600X по среднему фпс. Между собой они так и вовсе сравнялись. Этот тест сравним одновременному финишу в гонках. Подобно просмотру повторов замедленной съёмки, чтобы выявить победителя, мы проводим множество повторных замеров, чтобы усреднение дало нам ответ, кто победил. Как не сложно догадаться, плохой разгонный потенциал практически сводит на нет все улучшения нового поколения. Когда дело касается игр, конечно. Ставя перед собой вопрос, что выбрать, новый i5 или старый, можно особо и не напрягаться. Старое поколение дешевле, а новое хоть и не намного быстрее, но при этом дороже. Конечно, свою лепту внёс хороший разгонный потенциал 10600KF, но будь даже его частота на 300 МГц ниже, мало что поменялось бы. Будет ли наш экземпляр 11600К неудачным, или это средний для него разгон, покажет только время и статистика. Даже если бы оба процессора были на равной частоте, то 1% преимущество над старым i5 превратилось бы в 5-7%. Всё-таки чувствуется, что текущее поколение это лишь начало чего-то нового. Будем на это надеяться и в скором времени посмотрим, что могут нам предложить более младшие i5. Если вы хотите видеть в их тестах что-то ещё, например, справится ли с ними боксовый кулер при снятых лимитах по энергопотреблению, то пишите об этом в комментариях. А на этом всё, не болейте и до новых встреч!